Накануне в Москве выбрали первую красавицу столицы. Самой обаятельной девушкой первопрестольной стала 18-летняя Ирина Алексеева. Председателем жюри конкурса «Мисс Москва» был хоккеист Александр Овечкин. Выбрали свою красавицу и в Архангельске. 20-летняя Александра Клюева одержала фактически две победы. За несколько дней до конкурса «Мисс Архангельск» Александра взяла верх в конкурсе красоты софу «Краса Арктики». И сегодня Александра Клюева в нашей студии. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Состоялся конкурс «Мисс Архангельск». Ваше интервью сразу же после конкурса, оно уже было у нас в эфире, оно было достаточно эмоционально. Вы сказали «Вау». Вот уже прошло время, вы, наверное, успели обдуматься и победу. Что сейчас можно сказать, уже прошла почти неделя. Ну что, как таковой «Мисс Архангельск», чтобы там зазнаться, как некоторые, я не чувствую этого. Я все та же, простая, стеснительная девушка. А скажите, после этого мужская половина населения, мужская половина ваших друзей, они как-то стали проявлять активность, брать телефоны там, может быть? Очень активно, да, стали. И очень много друзей появилось. Все узнают, вопросов много. Хотят познакомиться, пообщаться поближе. В социальных сетях, наверное, да, там? Да. Привет, как дела? Да, 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 как обычно. Ну как вы на это реагируете? Ну, я ко всем дружелюбна. Я очень люблю знакомства новые. И я иду на встречу им, общаюсь. Лично для вас вот этот результат, две победы подряд, вот, он вас, как вы к нему относитесь, он вас удивил? Или вы, в общем-то, уверены были в своей победе? Вот когда объявили уже, что вы победили? Конечно, я удивилась. Я не ожидала, что я выиграю. Ну, как, я думаю, и все остальные, наверное. Слушай, ты все остальные тоже не ожидали, что выиграют? Ну, каждый же думает по-своему. И не каждый считает себя, что вот, да, я уверен, что я выиграю. Нет, такого у меня не было. Понятно. А на самом деле, вот у нас был материал в эфире, да, я уже говорил на этой неделе про конкурс. И действительно, там были мнения, что многие люди вот были удивлены, даже не то, чтобы ваша победа, а вообще составом финалисток конкурса. Вот как-то вы можете это прокомментировать? Да, я не знаю. Ну, для меня это все как бы обычно, все прошло. Ну, вы хоть рады? Конечно, рады. Просто я еще немножко не осознаю, конечно, особенно вторую победу, потому что, как бы, две победы подряд. Есть что-то, что было для вас на этом конкурсе, или, может быть, на первом конкурсе самое сложное? Вот с чем было сложно справиться? Нет, для меня все было легко. Не переживала, не волновалась. Вышла, как на репетиции, все показала, продемонстрировала, рассказала и... Потом победа. Победа и вау. И вау. Есть такое мнение, что конкурсы эти, они проходят в такой не очень дружественной атмосфере среди участниц. Вот чуть ли там не колготки, друг другу рвут, там подталкивают. Вот в этом конкурсе было что-нибудь похожее, я про миссар-хангельский? Нет, похоже, ничего такого не было. Девушки все дружные, болели друг за другом, поддерживали, поддержка, очень хорошая у нас поддержка была. Не пакостили друг другу, не рвали, ни каблуки не подпиливали, стекла не подбрасывали, все было хорошо. Вы развенчали этот миф. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Как правило, таких конкурсов у девушек начинается, говорят, что новая жизнь, новые какие-то предложения, может быть контракты. Вы уже знаете ваши дальнейшие планы на вот что будет дальше? Единственное, что я знаю, что в дальнейшем меня ожидает конкурс «Краса России» и мисс «Тутенчество России». Больше пока других планов нет. Александра, большое спасибо, что вы нашли время к нам перейти в студию. Мы желаем вам еще больших и не менее ярких побед. Спасибо вам. Спасибо большое и вам.